Здравствуйте! С вами программа Литературный квартал. Сегодня у нас в гостях замечательный человек, священник и писатель Александр Гьяченко. Правда, писателем себя батюшка не называет. Говорит, что основная его деятельность все же священническая, а рассказы – это всего лишь предложение проповеди, звучащее не сам вона, а в доверительной, простой беседе с читателем. В аннотации к одной из книг отец Александр написал «Все больше люди приходят ко мне, когда догоняет беда, и кроме как на Бога надеяться уже не на кого». Так листок за листком появляется книга для одного читателя. И чем дольше живет и служит на свете священник, тем толще его книга. Но хочется задать вопрос, ведь не все священники становятся писателями. С чего началось творчество? Видимо, у каждого из нас, а это точно, во время крещения приобретается какой-то дар. Господь каждому, кто входит в церковь, дает этот дар. У кого-то дар учительства, у кого-то дар молитвы, у кого-то дар служения. Ну, а вот у меня, видимо, дар проповеди. Я понимаю, что, может быть, много на себя беру, когда вот так вот говорю сам о себе, но тем не менее. Дело в том, что, когда ты проповедуешь, проповедуешь в церкви, проповедуешь где-то в обществе, может быть, учителей, врачей, какой-то, может быть, творческой интеллигенции, ученых. У нас ведь люди разные. Все равно общаешься, ориентируясь на ту публику, с которой ты в данный момент беседуешь. И всегда это немножечко официально. Расслабиться, поговорить, вот так, по душам, оно редко получается. Получается, вот после службы, когда мы собираемся тесным кругом, вот наши прихожане, садимся пить чай, тогда, да, отвечаешь на вопросы и что-то сам рассказывает, что-то вспоминает окружающее тебя. Это всегда очень-очень интересно. И вот, знаете, хочется не только вот с этим маленьким кружочком людей, близких к тебе, но хочется поговорить с каждым человеком, потому что вот зашел человек в храм, не получается, не получается подойти и сказать «Здравствуйте, как вас зовут?» С вы перейти на «ты». А вот давайте мы с вами посидим, а вот давайте мы с вами пообщаемся, а давайте мы с вами выпьем чайку. Не получается, потому что, потому что все это понятно. Мы друг с другом общаемся как-то натянуто, общаемся немножко официально. И вот есть желание, вот у меня есть желание, только появилось это желание. Поговорить с каждым, с каждым, так, как с самым своим близким другом. Поговорить откровенно, потому что священник – человек, священник тоже переживает. Священник радуется, священник плачет. И человек в общении, вот в орбите нашего общения, любой человек, который ищет у тебя помощи, внимания, он становится твоим близким, чуть ли не другом, особенно если он приходит на исповедь и действительно кается так, как положено, кается, вот открывает свою душу и хочется обнять его и поговорить с ним. Вот мои рассказы – это такая форма дружеского общения, рассказа, беседы, когда, может быть, свою руку кладешь на руку собеседника. То есть вот до такой степени близость, такая объединяющая, такая, знаете, атмосфера, которая не нарушается ни звонком, ни каким-то там древолнением. Все камерно, все спокойно, все мирно. Отец Александр стал священником только в 40 лет. В детстве мечтал быть военным моряком. Окончил сельскохозяйственный институт Белоруссии. Почти 10 лет на железной дороге отходил в составителях поездов. Главное преимущество простого рабочего – свободная голова, делился опытом отец Александр Гиченко. На тот момент он уже был верующим человеком. И после железнодорожного этапа своей жизни поступил в Святотихоновский богословский институт в Москве, по окончанию которого и был рукоположен во священнике. Сегодня за плечами отца Александра уже 20 лет священства. Большой опыт общения с людьми и множество историй. Меня иногда спрашивают, скажите, батюшка, а вот то, что написано в ваших многочисленных рассказах, вот эти сюжеты, где вы их берете, правда ли, что то, о чем вы пишете, то, о чем вы рассказываете, это не вымысел? И да, я могу сказать, что практически все, что я написал, это реальные истории. Единственное, что я позволяю себе для того, чтобы, ну скажем так, не выпячивать вот именно вот этого человека, я могу поменять обстановку, я могу несколько изменить, скажем так, обстоятельства, я могу сделать все, чтобы этого человека как такового не узнали. Но вот сама история, сама фабула, сама суть происходящего, сама проблема, она остается. Вот эта проблема, это самое главное. А уж как я ее решаю? Я стараюсь ее решать так, чтобы в любом случае, в любом случае, мой рассказ заканчивался какой-то надеждой. Ведь если священник будет общаться с человеком, и он не даст ему надежды, то зачем он тогда пишет? Ведь мы спасаемся в надежде. Мы не можем быть пессимистами. Мы не можем допустить, например, торжества скорби, торжества смерти. Мы не можем допустить торжества беззакония. Мы должны любую ситуацию превратить в ситуацию правильную, правильную, показать человеку путь. Даже там, где, казалось бы, выхода, но совершенно нет. Кроме всего прочего, отец Александр много лет сотрудничает с газетой «Моя семья». Это газета для очень широкого круга читателей, делится батюшка. Там поднимаются самые разные темы. Я очень дорожу этим общением, потому что там у меня происходит прямой контакт с людьми вне храма. Удивительно, как все эти истории из жизни, поведанные батюшке после службы или в доверительном письме, превращаются потом в рассказы. Книги отца Александра выходят в серии «Священническая проза». Попробуем разобраться, что это за жанр и в чем его особенности. Жанр священнической прозы – это такое условное название. Оно раньше не существовало, потому что, видимо, не существовало такой, ну, такой, в общем-то, даже традиции какой-то, появляющейся новой. Творчество, литературное творчество священников. Мы как-то в издательском совете собирались и обсуждали эту тему. И я помню, что один из присутствующих сказал, он, кстати говоря, специалист, филолог, закончил Московский государственный университет, он сказал, что среди священников нет литераторов. Среди священников, может быть, вот литератором можно назвать одного только отца Ярослава Шипова. Но он профессионал. А все остальные, мы все выросли из блогов. Благо, что блоги позволяют нам вести такую, такую вот форму общения с человеком. Возникает это, может быть, с малого желания поделиться какой-то новостью, рассказать о чем-то, что тебя самого поразило, о чем-то красивом. Или о чем-то веселом, радостном, немножко грустном. И когда начинается вот такой контакт, общение, мы всегда, когда пишем, мы всегда общаемся с людьми. Тогда появляется дальше желание разобрать другую ситуацию, написать другой рассказ. И, знаете, вот по первости, когда я писал, у меня это желание, оно просто фонтанировало. Я, наверное, каждую неделю выдавал какой-то новый рассказик. Ничего случайного в жизни не бывает. Когда отцу Александру исполнилось 50 лет, к этому времени он уже 10 лет как был священником, у него возникла потребность подвести какой-то итог, осмыслить как-то свою жизнь. И когда ты подходишь к цифре 50 в твоей жизни, хочешь, не хочешь, особенно, я так думаю, это для мужчины очень важно, ну, ты должен делать какой-то, ну, какой-то анализ. Ведь 50 – это уже много, это очень много. И когда ты начинаешь писать, вот это я для себя ощутил, ты в первую очередь, получается, пишешь для себя самого. Тебе нужно сказать себе, а кто ты такой, а как ты живешь, а как ты жил, а как тебе дальше жить. Ведь, смотрите, с того времени, как я начал писать, прошло еще практически 10 лет. Почти 20 лет я в священстве. Это много, это очень много людей. Это огромный анализ, самоанализ. Вспомните святого праведного отца Иоанна Кронштадтского, вспомните его дневники. Ведь это же титанический труд. И каждый день этот человек давал оценку самому себе. Вот священческая проза – это не литература в таком привычном смысле слова. Священческая проза – это опыт нашего общения с людьми. И если мы пишем в форме каких-то литературных рассказов, это такая попытка, попытка, ну, как бы притчевая попытка поговорить с человеком. Потому что напрямую, ну, может быть, не всегда получится. Люди часто не понимают того, чего ты хочешь сказать. А вот через рассказ, наверное, добиться немножечко проще. Подзаголовок одной из книг – простые и сложные истории о людях. В этих историях отражается сама жизнь. Тогда можно ли сказать, что эти книги о жизни в разных ее проявлениях? Что главное в жизни? Знаете, меня поражает, меня поражает, когда разговариваю с людьми, а мне часто приходится общаться с людьми нецерковными, с людьми, которые пришли крестить своих ребятишек. Они проходят, как правило, у нас подготовку к крещению. Я родителей приглашаю, крестных родителей. Вот эту беседу с ними ведем. И я задаю вопрос, я очень часто задаю вопрос. Скажите, как вы думаете, для чего живет человек? Вот какая наша задача вот в этой жизни? И за все эти годы, а эти беседы я веду уже, наверное, более 15 лет, если не больше, я еще не получил внятного ответа. Человек вне храма, вне церкви, он дезориентирован, он не понимает, зачем он живет. Вот мы людей прикраиваем, вот вы там ищете материальных благ каких-то, вы ищете какого-то сиюминутного успеха и так далее. А они не знают, зачем они живут. Это мы, мы, люди церкви, понимаем, что человек живет ради Царства Небесного. Самое главное в жизни, что, вот, если, вот, брать, вот, чисто мою точку зрения, как бы я ответил бы на этот вопрос, что для меня главное в жизни, наверное, это испытать любовь. Знаете, анализирую, вот, испытать любовь, пройти через любовь во всех, во всех ее проявлениях. Я помню, как, будучи уже вот ребенком, осознанным ребенком, я помню мою любовь к маме, к папе. Я помню их любовь к семье. Потом человек подрастает, он становится юношей, девушкой. И он должен пройти через период знакомства. Через период, знаете, вот этого первого прикосновения руки к руке. Через вот этот вот трепет, ощущение того, что человек противоположного пола рядом с тобой. Ничего больше. Но вот это прикосновение, это тайна прикосновения, это драгоценно. И вот это возникающее чувство первой любви. Совсем не обязательно, что первая любовь перерастет в что-то большее. Приходит время, и ты образуешь семью. И вот муж, жена, отношение между мужем и женой, это вообще тайна. Это вообще тайна, это вообще космос, это вообще высота. Вот эта любовь, она должна состояться. Не стерпится, слюбится. Вот по-настоящему любовь должна состояться. А иначе зачем соединяться с человеком, тебе чужим по крови, если ты не будешь испытывать к нему любви? В следующий раз мы продолжим разговор о самом главном в нашей жизни с отцом Александром Яченко. А также поговорим о его новых книгах. А на сегодня это все. Всего вам самого доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...